Здравствуйте, мои дорогие! Вас приветствует Солнечная Индия. Меня зовут Людмила, и я проживаю в этой стране уже с 1986 года. Если вы хотите побольше узнать про Индию, если вы хотите узнать не туристическую Индию, то приходите на мой канал. Я вас познакомлю со своей семьей, со своими родственниками, друзьями, покажу, чем я занимаюсь и как я развлекаюсь. И я думаю, мнение о грязной и нищей Индии у вас изменится. Ну что, девчонки, присоединяйтесь к нам, продолжим наше путешествие по торговому центру. Ну вот мне нет, мне нет, ты же знаешь. Ну ладно, я вот набралась здесь. Смотри, у меня все цветочки сегодня. У тебя все сегодня цветочки. Душа цветет. У меня цветет душа и радость. Все цветет и расцветает. А я вот наела килограммы себе. Все, что перемерила, там 10 штук, наверное. Практически ничего не подошло. Практически или ничего? Практически, нет, ничего не подошло. Или сильно тает, или вообще я не влезла. Сейчас посмотрим себе сумочку. Черненькая, вот эта симпатичная. Вот такого цвета мне не надо, в принципе. Или надо. Нет, в общем, сейчас я не трачу денег. Я сейчас не трачу денег. Ну, у меня как-то черная сумка вообще-то. Черную? Маленькую. Вы не любите таких маленьких? Вы любите крупные? Нет. Так, мы идем вот в этот тренд. Ничего я не купила. Девочки, мальчики. Ну, мальчики, они смотрят, наверное. Слишком я большая выросла. Почти ни во что не влезла. То, что там мне понравилось. Ну, я же еще тоже вредная. Я не люблю цветочки. Вот Вика там цветочков набрала. Я люблю более такое однотонное что-то. Или какая-нибудь там, может, полоска-клетка пойдет. Вот. Поэтому, конечно, я не это. Не покупала. Мастер. И то, что я там выбрала. Или короткое оно. Я короткое не ношу, вы знаете. Или же оно какое-то. Или оно маленькое. Я не влезла. Ну, что это такое? Опять музыка играет. И невозможно снимать. В том магазине снимать не разрешили. А здесь вот музыку поставили. Ну, вот что делать блогерам, а? Тут я нашла так парочку неплохих платьев. Пойду померяю. Ну, курта. Не платья, а курта тут. Ой, какая нежнятинка. Посмотрите, тут вышивка такая. Прелесть. Ну, короткое. Я не ношу короткое. Я не люблю. Сейчас немножечко еще посмотрю. И пойду в примерочную. Может, тут что-то. Ну, какие-то все. Я как-то не люблю такое цветное. Может быть, какая-то цветная вставка на однотонном. Или вышивка. А так вот, когда оно такое пестрое, не очень я уважаю. Уважаю. А вам как? Пишите мне в комментариях. Ну, все. Идем меряться. Ну, как вам? Мне как-то никак. Не знаю. Вот идея просто хорошая мне понравилась. Однотонная там внизу, как бы, курта. А сверху, ну, оно пришито как бы вместе, двойна. А сверху вот такое шифоновое в тот же тон, уже цветное. Вот это мне, как бы, идея понравилась, но так как-то в ней не очень. Я думаю, не пойдем. Сейчас пока пожрем и посмотрим. Хочешь? Ну, давай, пожрем и пойдем. Или что? Ну, давай. Здесь вам привозят прямо вот здесь. Очень даже приятно. Да, вот посмотрите. Мы взяли вот такие роллы. Капучинку взяла. Это тоже капучино взяла. И вот такой ролл. Вот более-менее из вредности, чуть-чуть менее вредный. Вот там не булка, а все-таки такая вот не жареная, это на гриле лепешка. Вот, поэтому мы взяли и капучино. Может быть, еще что-нибудь возьмем. Пока не знаю. А потом пойдем смотреть фильм. Здесь особенность такая, что в Макдоналдсе обычно же самообслуживание здесь вам приносят вот такие красивые мальчики в черном в черной униформе приносят. А я сижу, видите, как со строгой учительницей. Сижу и помалкиваю. Боюсь лишнего слова сказать. Мне вот это не нравится. Вот такая булочка. Вот такая лепешка тоненькая, она не жареная, такая пресная лепешка. И там довольно такой хороший кусок курицы, грудки. А также там сыр и салатик. Ну вот приходится снимать. Вот видите, как я без конца отключаю, включаю звук, потому что музыка. До фильма еще целый час, и мы решили зайти еще в один магазин. Такие чашечки. Не знаю, какую взять. Пару, вот видите, уже браун. Ебраун. Ага, ебала. А, пир. Орек из тайпка. Айси? Айси. Абек ебала, ебала. По картини, уже довала бы никак, да? Ага. Это вот для риса такие ложечки. Думаю, что это за ложечки. Это ложечки для риса. А это вот такие коробочки, контейнеры для ложечек. Тут же в школу, на работу все берут с собой судочки с едой, поэтому нужны такие ложки. Ну, а это вот металлические стальные трубочки для коктейлей. Так, что у нас тут дальше? Дальше у нас цветные вот эти мерные ложечки. Комплект целый. Ну, а здесь тоже только тут стальные из нержавейки. А там и пластмассовые. Это что? Здесь у нас идут ложки для сервировки. Щипцы вот. Вот тут ножи, лопаточки. Ну, в общем, такое все. Там много есть. Вот вы видите сами. А здесь у нас какие-то... А, это вот камешки, видите, белые камешки для аквариума. Или вот так в горшочке вот мы цветочные кладем для декорации. Ну, а дальше пошли полки для домашних животных. Вот в данный момент это памперсы для мелких домашних собак и котов. Здесь тоже всякие поводочки, какие-то там цепочки. В общем, все-все для домашних питомцев. Ну, здесь вы видите терочки, ножницы кухонные, такая утварь. С этой глобализацией, с Китаем, почти все вещи, что у вас, что у нас в магазинах, все практически одинаковое. Раньше я приезжала, какие-то диковинки привозила, а теперь везде все есть. Правда, с Китаем у нас не очень хорошее отношение и от китайских вещей в основном отказываются на государственном уровне. Но все равно еще много китайских вещей бывает на рынке. Вот мне для шинковки капусты нужна терочка. У меня уже старенькая. Не знаю, как это. Это похоже, как вот для морковки по-корейски. Для шинковки там что-то мне не очень она нравится какая-то. Она не такая, как мне нужно. Вот одежда для котов и маленьких собачек. Опять мы перешли к полкам, где все для домашних животных. Может Гученьку что-нибудь прикупить моему сыночку. Вот всякие тут шерсть там вычесывать, какие-то тут ноготочки обрезать. Даже много каких-то вещей, которые я даже не знаю. И для рыб я смотрю, и для рыбалки крючки. В общем, такой интересный магазин. Мне тут нравится ходить, но у нас времени нет. Скоро нам нужно будет бежать уже фильм смотреть. Мы собрались с Викой. Тут вот у нас искусственная травка, коврики, цветочки там, наверное, дальше будут. Да, вот цветы. Может мне на веранду что-нибудь прикупить? Ну не сейчас, это мне надо посмотреть. А то пока она у меня там зарастет естественным образом. О, я тут останавливаюсь, читаю. Забываю, что я тут снимаю. И забываю вам рассказать. Вообще надо поторапливаться. Тут инструменты, вот этот пистолет, вот эти глюгам. Как сказать? Ну вот я пользуюсь такими у себя. Когда в шитье мне там приклеить что-нибудь нужно. О, щетки. Кстати, мне нужно купить валик или щетку. Покрасить нужно кое-что у меня дома. Ну и какие-то садовые лопаточки, грабельки там. Видите, какие у них маленькие? Они же сидя работают в саду. Они не гнут спины. Они вот сядут на скамеечку, на маленькую низенькую и все. Какая шикарная лаванда. Ой, нет, нет, дорого, дорого. А мы тут растратились. И ремонт еще у нас там остался незаконченный немножко. Да и поездка нас тоже немножко подкосила. Силикон. Силиконовый какой-то герметик, что ли? Для окон, наверное. А вот раковину можно. У нас там раковина в кухне. Внизу как бы течет в шкафчике там. Под раковиной которой шкафчик. И там течет как-то. Не знаю, что-то у нас там делается. Интересно, подходит или нет. Кто тут у нас строители? У кого мужья там понимают, разбираются? Посоветуйте. Вот это тут, что написано. Посоветуйте мне, пожалуйста. Напишите в комментариях. Вы мне помогаете. Вот когда у меня был ремонт, мне там какие-то советы давали. И кое-что мы воспользовались какими-то советами. Это у нас то ли подставки, то ли подсвечники. Нет, не подсвечники. Подставки под горшки, наверное, скорее. Скорее всего. Это вот пластмассовые горшочки продаются. Ой, а вон на самом верху, видите, такие как черепашки. Это вот такие торфяные, подвесные. Ой, а сколько я туда не дотянулся. А я хотела посмотреть. Здесь вот барбекюшница. Outdoor barbecue stall. Сколько же он стоит? 2900. 2 990, по-моему, там было. Вот сковородочки, воки различные. Ой, девочки, напишите мне, пожалуйста, чугунные сковородки. Вот я новые заказала, купила. Вот. Их как-то там нужно перед первой жаркой. Их там то ли прокалить надо, то ли с солью, то ли с маслом прокалить. Не знаю. Вот напишите, пожалуйста, кто знает. Всякие салфеточки, фартушки. В общем, кухонная утварь опять пошла. Полотенце я вон смотрю дальше. А вот симпатичные такие вот салфеточки, пожалуй, я возьму. Мне нужны круглые вот такие. По-моему, неплохие, да? Взять или не взять? По-моему, даже очень неплохая. В общем, ты, дорогая салфеточка, пойдешь со мной. Ой, их даже две, парочка. Парочка, комплектик. Все отправляется в мою корзиночку. Может, еще что-то взять? Ой, надо время посмотреть. Ой, девочки, бегом бежим. Мы идем сегодня смотреть фильм. Уже осталось 15 минут. Голливудский фильм. Миссия невыполнима. Мне Сюзанка посоветовала. Говорит, мам, посмотри хороший фильм. Вот, и что самое интересное, вот мы, как бы, нам вроде английский ближе. И можно посмотреть на английском языке, можно на хинди. И вот мы пошли именно на хинди. Мне как-то фильмы я лучше понимаю на хинди. Представляете? Потому что тут на хинди мы больше общаемся. Ну, а покупки, которые я сегодня приобрела, я вам покажу в следующем видео. Пишите мне комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!